Капитолий, американец-исламист, ФБР, взрывчатка и исламское государство. Это не компоненты боевика, а реальная угроза Конгрессу США. В подробностях покушения на заокеанских политиков разбирался Дмитрий Еловский, наш сапкор в Вашингтоне. 20-летний житель штата Огайо, Кристофер Корнелл, уж очень сильно сочился у террористов исламского государства в соцсетях. По идее, мог бы и дальше писать посты в поддержку ИГИЛ в Твиттере и, кстати, параллельно разрабатывать план по нападению на здание американского конгресса. Но на молодого человека обратил внимание один из анонимных осведомителей ФБР. Тут оказалось, что от постов в интернете до теракта всего один шаг. Корнелл собирался уже в ближайшее время ехать сюда, в Вашингтон, взрывать Капитолий и расстреливать политиков. У него было две полуавтоматические винтовки АР-15, довольно большой запас боеприпасов. Все это выяснилось после того, как с Кристофером начал переписываться в интернете один из сотрудников спецслужб. Вот он стал высказывать такую заинтересованность его радикальными взглядами. Мол, давай вместе что-то придумаем, я тоже Америку ненавижу и тоже двумя руками за ИГИЛ. Заверчивый террорист тут же стал делиться планы с ФБРовцем. Они даже встречались несколько раз в ходе этих встреч. Корнелл рассказывал, что одобрение от террористических организаций на свои теракты так не смог получить. Но это его абсолютно не пугало. Он считал, что надо начинать свой джихад независимый. Единственный, кто все-таки дал добро на теракт, это одиозный американский исламист Анвала Алявлаки, который был убит в Йемене несколько лет назад. Вот в итоге ФБР решили дождаться, когда Корнелл наконец пойдет за оружием и уже в магазине с двумя автоматами боепропасами его и арестовали. Теперь он рассказывает спецслужбам о том, что планировал разложить взрывчатку внутри и вокруг здания Капитолия. Когда прогремят взрывы, начать воднокровный расстрел американских политиков, которых он, к слову, считает своими личными врагами. Операция по устранению этой террористической угрозы на сей раз прошла буквально как по нотам. ФБР действительно есть чем гордиться. Хотя надо сказать, что Корнелл оказался довольно легкой целью, наивной и доверчивой. Вот сколько еще таких экстремистов осиживается по разным блогам в интернете, сможет ли каждого из них отследить ФБР? Дмитрий Ивовский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер.